Теплые вязаные вещи и письма со словами поддержки. Сегодня студенты Северокавказской государственной академии совместно с партией «Единая Россия» отправили очередной груз военнослужащим в зону спецоперации. Всероссийская акция партии переурочена к отню защитника Отечества. Альбина Куроченова-Кенжева подробнее. На территории Северокавказской академии собрали груз для отправки военнослужащим. Студенты сшили 600 комплектов термобелья, 400 балаклав и 100 пар носков. Ректор гордится своими учащимися и в скором времени готовится еще более масштабная отправка. В первую очередь здоровья и сохранить свои жизни нашим ребятам, всем, которые там находятся, и вернуться домой, домой с честью, с победой. А вот этим девочкам, которые рядом со мной стоят, это студенты нашего колледжа, студенты нашего факультета дизайна и лингвистики. И хотел бы им выразить огромную-огромную благодарность и признательность за тот колоссальный труд, который они сегодня делают. Они сегодня в две смены в нашей швейной лаборатории нашего факультета дизайна и лингвистики работают. Мы создали для них какие-то условия, которые были необходимы для этого. И вот они приняли такое решение. Они шьют нательное белье, которое очень необходимо. Сегодня, видите, зима, холод. Я думаю, что и тепло, которое и белье это даст, и тепло, которое даст от того, что вот они вкладывают в свои сердца, вот тепло сердец своих, оно каким-то образом будет полезным. Каждая посылка сопровождается письмом бойцу в целях поддержки и поднятия боевого духа военного. Всероссийская акция партии «Единая Россия. Тепло для героев» – это своеобразное продолжение благотворительной акции «Бабушкина забота», в которой активно принимали участие и жители республики. И вообще наш регион попал в десятку лидеров по количеству отправленных посылок. Уверен, что эта работа будет продолжаться. Сегодня мы отправляем 450 комплектов, уйдут в 34-ю бригаду, и 150 комплектов уйдут в 100-ю бригаду, где также проходят службу наши мобилизованные ребята. Мы все прекрасно понимаем ту ответственность, которую мы несем перед нашими военнослужащими, которые призваны из нашей республики. Поэтому я уверен, что эта помощь, она своевременная. И очень необходимая. Каждый желающий житель республики может внести лепту, принести теплые вещи и письма. Все собранное и необходимое может отправиться очередным грузом военнослужащим в ближайшее время, говорят в «Единой России». Альбина Курочинова-Кенжева, Либастанов, Вести, Карачаева, Черкесия.